Уже 7 месяцев окружающий мир Александра Черченко одно сплошное черное пятно. 19-летний житель Уральска винит врачей в своей слепоте. Александр уверен, что если бы его здоровьем занялся именно эндокринолог, то таких печальных последствий удалось бы избежать. Ведь у него сахарный диабет. Но почему-то на протяжении 6 лет Александра лечил только педиатр. Почему же с таким диагнозом им занимался врач, у которого не было соответствующей специализации, выясняла Асель Жанбарши. Диагноз сахарный диабет первого типа Александру Черченко поставили еще в 11 лет. И начались долгие обследования. Александр осматривался в первой поликлинике Уральска у местного педиатра. Именно детский врач, а не эндокринолог, определял для мальчика дозу инсулина. Меня прикрепили в первую поликлинику по месту жительства к эндокринологу. Как оказалось потом, что этот эндокринолог не имеет диплома и не имеет сертификата, а просто врач-педиатр. Диабет при несвоевременном и неправильном лечении поражает почки, сосуды и зрение. Уже очень скоро стало понятно, что лечение не помогает. С каждым днем зрение Александра становилось все хуже и хуже. Его мама Наталья перевела сына в другую поликлинику. Но и здесь ему не смогли помочь. А у меня была медкомиссия на дому. Я сказал офтальмологу, что я стал хуже видеть, намного хуже. Она проверила остроту зрения. Все отлично. Говорит, вот капельки, вот таблетки попьешь, все пройдет. Прошло три месяца, ничего не прошло. Александр обратился в платный медицинский центр. Там врачи в срочном порядке отправили парня на очередное обследование. Выяснилось, что у меня на правом глазу лопнул сосуд и началась диабетическая ринопатия сильная. Как она объяснила, нужна лазерная коагуляция с более подробным осмотром сетчатки. Разочаровавшись в местных врачах, Александр и его мама решили лечиться в Оренбурге. Необходимое лечение парень получил. Российские специалисты направили парня на операцию. Однако гарантии, что зрение восстановится, медики не дали. Поэтому Александр и его мама решили за свой счет оперироваться в Израиле. И, как оказалось, успешно. Зрение парня удалось восстановить на 25%. Там один глаз выходил до 8 тысяч долларов. Один глаз правый уже был безуспешно. Можно было сказать, что там спасать уже, грубо говоря, было нечего. Левый глаз сделали успешно. Через два месяца после операции Александру стало плохо. В мае этого года молодого человека госпитализировали в Уральскую областную клиническую больницу. Он впал в кому. Констатировали клиническую смерть. Но Александр выжил. Правда, теперь уже ничего не видит. По словам наших врачей в областной больнице, у меня произошла клиническая смерть. А по словам комиссии, которая приезжала к нам, у меня произошло обезвоживание. Что произошло более конкретно, мы не знаем. Так как я в тот момент был, так сказать, в коматозном состоянии. Молодой парень вот уже полгода не видит. Александр и его мама обратились в прокуратуру Западно-Казахстанской области. Они хотят призвать к ответственности врачей 1-й и 3-й поликлиник, а также медиков областной клинической больницы. Однако дело закрыли. Якобы нет состава преступления. Говорят, причина-следственная связь между заболеванием пациента и его текущим состоянием отсутствует. То есть мы проигрываем дело, а потом нам приходит ответ, что просто отдали. Как такое вообще возможно? И мы, соответственно, так как мы хотим, чтобы нам помогли и, соответственно, доказать, что такое происходит, понимаете, нам никто в ЗКО не хочет помогать. Акимат нам не помогает. То есть они пишут нам письма, что мы с вами не собираем общаться. Остальные прокуратуры, ну сейчас вот прокуратурой им деваться некуда, потому что такие акты возникли. Управление здравоохранения вообще против нас воюет. После отказа Александр и его мама обратились уже в Верховный суд. И, к счастью, справедливость восторжествовала. Дело против врачей 3-й поликлиники Александр выиграл. Ему выплатят компенсацию за моральный ущерб больше миллиона тенге. Два других дела возобновили снова. Теперь идет следствие. Неправильное лечение, назначение лекарственных средств повлияли на его здоровье в связи с чем-то, что у нас леп. В Уранске, в первой инстанции, в апелляционной инстанции, все наши исковые требования, во всех наших исковых требованиях было отказано. Поэтому на сегодняшний день ходатайство о пересмотре всех судебных актов по представлению председателя Верховного суда Республики Показахстан Асанова ЖАКПов рассмотрено. Несмотря ни на что, Александр не сдается. Вместе с мамой он узнал о новых технологиях по восстановлению зрения в США, которые проводит профессор Дэниел Паранкин. В данный момент переговоры ведем, но они сказали, что в принципе до 50% зрения они могут восстановить. Но для более точной информации это нам нужно лететь к ним, и чтобы они осмотрели, привели консультацию. Они же не могут из-за океана просто так сказать. Мама и сын надеются, что выиграют все суды, и компенсация за моральный ущерб хотя бы частично покроет их расходы на лечение в США.